Всем привет! С вами InformDV. Владимира Земляникина все любители советского кино помнят как символа хрущевской оттепели. Он учился на одном курсе с Ниной Дорошиной и был школьным другом актера Василия Ланового. Он играл открытые и простые образы, но именно за это его и обожали поклонники. У Земляникина широкая фильмография. За более чем 50 лет на экране он сыграл с актерами, которые составляли цвет советского кинематографа. С Надеждой Румянцева в «Неподдающихся», с Жанной Прохоренко в «Приезжий», с Олегом Табаковым в «Молодозелена». В 2000-х он тоже появлялся на экранах. Это были сериалы «Сезон охоты» и «Завещание Ленина». Первой его женой была актриса Любовь Лифенцова. При этом ей на момент свадьбы даже не было 18 лет. Пришлось регистрировать брак в Украине. На тот момент там можно было это делать уже с 16. Вскоре у пары родилась дочь Елена, но брак распался. Любовь вскоре вышла замуж за Олега Стриженова и у Елены появился брат. Сейчас он известный телеведущий и актер Александр Стриженов. А Лифенцова в 2008-м ушла в монастырь. Елена тоже стала, как и родители, актрисой. Чуть позже решила заняться педагогической деятельностью. Она стала руководителем театрального центра. Подарила Владимиру трех внучек – Любочку, которую назвали в честь бабушки. Кстати, она вышла замуж за священника и живет в том же городе, где и Любовь Васильевна, и воспитывает аж шестерых детей. Двое младших детей Елены выбрали финансовую и медицинскую карьеру. Со второй супругой, журналисткой Людмилой Егоровой, Владимир познакомился еще в 60-е годы. Это был счастливый брак, в котором, к сожалению, детей не было. Не стало знаменитого актера в 2016-м из-за рака. Он с ним боролся больше 10 лет, но победить так и не смог. А вы помните этого прекрасного актера? Если да, ставьте лайк, не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!